Краевический музей ведёт активную работу с людьми, чьи возможности здоровья ограничены. В 2020 году учреждение победило в конкурсе социальных и культурных проектов. На грант было закуплено оборудование для проведения познавательных и развивающих занятий с детьми и взрослыми. Об этом направлении сотрудники учреждения рассказали депутату Тюменской областной думы Инне Восевой во время её визита в город. Музей «Без границ» называется наш проект и подразумевает работу в трёх направлениях. Первое направление – это, конечно же, краеведение, этнография. И эстетическое направление мы тоже не обошли. Это направление художественного конкретно направления. Это мы знакомим детей непосредственно с художниками Саши. У нас очень много произведений и с писателями, конечно же. Сотрудники используют различные направления. Для развития тактильных ощущений имеется специальное панно. На нём представлены животные и их мех. Чтобы расширить возможности для обучения, специалисты попросили депутата оказать содействие в приобретении интерактивного оборудования. Ведь тогда посетители смогут не только увидеть и потрогать, но и услышать, какие звуки издают те или иные представители фауны. Необходимо музею и специализированное пространство для организации занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В завершении народному избраннику провели экскурсию по залам паноптикума. Постарались мы собрать коллекцию предметов, таксидермических чучел, тех, которые обитают в нашей природе, птиц, животных. Всего в фондах музея порядка 80 различных чучел, большинство которых было изготовлено местным биологом-охотоведом Сергеем Львовым. Субтитры создавал DimaTorzok